Ну что ж, дорогие друзья, дело в том, что у нас очаровательная Ириска, это щенок, а также Диана Ярошенко, волонтер группы помощи «Мордашки». Сейчас расскажем вам про этого щеночка, ну он такой уже крупненький. Диана, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ириска ее зовут. Она, видимо, сегодня, во-первых, еще не проснулась, судя по тому, что она лежит и особо не двигается, а во-вторых, ее еще и говорят укачало, пока они к нам ехали. Диана, давайте ее как-нибудь развернем вместе с одеялом, наверное, потому что, ну, хотелось бы эту красавицу показать нашим зрителям, чтобы они рассмотрели гордочку. Да, она еще маленькая, но хотя вырастет в крупную собачку, мне кажется. Сколько ей? Да, ей около 3-4 месяцев. Я думаю, что да, там кто-то крупный точно пробегал из родителей. Вот, она живет на улице, у нее есть еще сестренка. Братика уже пристроили в хорошие ручки. Вот, кушают они все, живут они, к сожалению, в будке. В будке с сеном, но это, конечно... Вы прямо из будки ее нам привезли, что ли? Вы утром поехали в будку в эту, забрали к нам. Да, 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 да. Героизм. Бедняга. И мне кажется, она сейчас не очень понимает вообще, зачем мы ее транспортировали куда-то, да? Как только она попала в машину, там тепло, естественно, печка побольше, и она уже такая вся. Диана, вы всегда вот так вот просто общаетесь, вообще взаимодействуете с бездомными собаками? Да, в нашей группе, ну, в районе 50 собак и вот 16 щенков. Люди, они все живут. В разных местах. То есть они на передержках все, да, нет? Нет, они просто живут на улице. Да, они живут на улице. А вы их кормите? Да, мы их кормим. То есть каждый день вы объезжаете, и все эти точки подкармливаете щенков, уезжаете. Да. Они продолжают жить в своих будках и местах. Да, именно так. Расскажите нам, ну, по характеру хоть что-то вы о ней знаете, чтобы мы сейчас примерно понимали, в какой дом, в частный дом, в квартиру, можно ли ее к детям, или лучше не надо. Да, мы приезжаем туда и с ребятишками. Мы часто приезжаем куда-нибудь, побольше народу, чтобы, ну, не получается сильно социализировать, конечно, животных. Ну, вот по мере возможностей. Она на улице, она очень игривая. Она уже знает звук моей машины, и она всегда уже несется впереди всех. Сестенка у нее чуть-чуть поменьше. И не скажешь так мне. Нет, она очень, она безумно активная. Сейчас, видимо, прям совсем спать хочется. И еще раз повторюсь, конечно, ее укачала. Вот. Она на первый раз прокатила? Нет, я ее вчера перед эфиром покатала в машине. Покатали ее, да? Ну, я так всегда делаю. Перед эфиром. Вы на заднем сиденье перевозите? На переднем сиденье. Да вы что, и она спокойно сидит на переднем сиденье? Мне, знаете, иногда кажется, что мы хотим найти дом собакам, да? Но они-то не понимают, что происходит. И поэтому им кажется, что вообще, господи, оставьте меня в покое. Я себе лежала-лежала. Тут вы меня положили, катали, возили, принесли. Все эти нервы собачьи должны быть оправданы, я считаю. Поэтому сейчас внимательно посмотрите на нашу прекрасную ириску. И, может быть, у кого-то внутри отзовется, вы поймете, что вот, вот это как раз тот самый пес, которого мы давно хотели забрать, может быть, в частный дом, может быть, в квартиру. Может быть, как раз вы думали о том, что хочется завести себе друга, да? Есть же люди одинокие, которые, например, ну, в силу каких-то жизненных обстоятельств уже остались одни или там, ну, вот как-то так произошло. И мне кажется, что вот собака, она всегда может быть таким другом, который будет, безусловно, любить. Да, животные любят, если к ним хорошо относиться, естественно. Ну, как практика показывает, и плохо относится, люди тоже их животные любят. Животных мы стерилизуем, кастрируем это все за наш счет, так скажем. Ну, вообще бесплатно. Все прививки, все по возрасту. То есть здесь... В этом вопросе вы полностью поможете? Да, курируем полностью. А скажите, вот ей 4 месяца. Насколько она, скажем так, сейчас готова подружиться со своим новым хозяином? Ну, то есть психологически. Небольшая она для этого? Нет, нет. У нас есть собаки, которых... Ну, вот у меня 6 собак. Они все разного возраста, допустим, и ничего. И все дружат. Куда деваться? Куда? Я сказала им дружить, они и дружат, да? Да. Ну, кстати, как раз тот самый возраст, насколько я знаю, где-то месяцев 6, по-моему, у собак начинаются дрессировку. И как раз вот сейчас еще месяца 2 попривыкнется в доме, а потом уже можно будет как раз рассказывать ей, где сидеть, где стоять и как тапки приносить. Ну, ее уже, честно говоря, брали, и она дома ходила на пеленку. Ее взяли на 2 дня, но не справились. Не справились, потому что хотели, чтобы уже, ну, видимо, как все готовое было. А что значит не справились? Вот в такие моменты тоже, мне кажется, зрители... Да, то есть, ну, из-за того, что гулять. Ага, чтобы она не нагадила дома, нужно обязательно выводить. Но она ходит на пеленочку, она идет на пеленочку. Просто очень часто, когда говорят, уже брали и вернули, у зрителей возникает, ну, это у меня, допустим, вопрос. Что это проблемный вопрос, да, что не так? Нет. Часто возвращают через полгода, потому что, ну, вот что-то не сошлось у них с характером. Люди берут и не понимают, что это ответственность. Это большая ответственность. Собаку надо научить, если человек готов. Ну, мы, конечно, тоже помогаем, мы всегда на телефонах. Вот. Ну, тут такой вопрос. Если человек готов, то надо брать. Вы сейчас на экране видите номер телефона, по которому вы можете позвонить. И, во-первых, забрать Ириску, если она вам понравилась, и вам кажется, что это как раз тот самый питомец, которого бы вам хотелось видеть в своем доме. А, во-вторых, по этому же номеру телефона вы можете позвонить и узнать, какую помощь можно оказать группе помощи Мордашки. Они помогают животным, а мы помогаем им. А, Miami! Субтитры ambulansетацию! Продолжение следует...